блин а как же левши что же делать вот я ставлю себя на место левши предположим нож в себя просто влюбляет он очень красивый кожа вот давеча я тут говорил про ковбоя мальборо рассматривая нож хэнди дизайна fabrizio silvestre ли здесь это именно из той же самой оперы когда сигареты рекламировали по телеку вот те самые 80 90 и это делает эти ножны прекрасными клапан там шмапан неважно они просто роскошные это вот просто наслаждаться а человеку например моего поколения и плюс такой нож вот в подарок это просто супер потому что здесь сам по себе он внешне выглядит вот ну тут как бы фишка в том что складываются ребята 222 момента когда я говорю выбирайте лучше глазами нож должен нравиться если вы выбираете нож куда-то в outdoor он обязан быть удобным потому что но если предполагается какая-то работа здесь это пересекается здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне что делать если я левша с правшой все понятно вот он на правом боку болтается себе болтается здоровенная петля клапан не напрягает повторюсь у меня когда-то в 90-е был шикарнейший кожаный ремень и вот такого же цвета такой же то с такими же в точности вот кнопочками и так далее это был просто вещь блин это был просто мой фетиш я был тогда еще юн и на нем были какие-то вот дополнительные клапаны какие-то кнопочки тиснение какое-то было он был великолепен как же он не сейчас напомнил времена моего отречества времена моей юности получается что если левша то кромкой вперед выхватывать обратным хватом него не выхватывать а спокойно доставать нож не стероидный нож не для рэмбо нож для человека с мозгами ну рэмбо тоже был с мозгами но вы понимаете о чем я и так сэдл маунтин скинер бенч мэйд по поводу скинер ства я сразу скажу что я не особо там какой-то охотник и так далее то здесь безусловно когда охотник посмотрит на эту режущую кромку он скажет что кончик может быть немножко тонковат в том смысле что островат немножко кончик чтобы там шкуру там как-то не в нем не порезать не разрезать и так далее но именно вот это вот дуга режущей кромки она нам объясняет что вот именно когда вы снимаете шкуру там с какого-то убитого животного то у вас практически вот от сих вот до сих кромка вся работает это очень круто когда смотрит на этот нож эстонский обзорщик с дивана я понимаю что этот нож будет просто идеально работать по продуктам а мне в лесу другого ничего не нужно он будет шикарнейшим образом строгать и он будет просто классно здесь кстати говоря вот по поводу скинер ства здесь именно ответ для отверточного хвата для каких-то боковых режущих движений есть две вот таких вот выемки ребят 1 и 2 и как раз таки вот сюда при отверточном хвате ну мало того что можно там какой-то сделать укол и так далее здесь именно очень удачно ложится сюда большой палец для того чтобы четко и очень очень контролируемое движение было но если вы не там не потрошите животных как нет у вас такого хобби то любой хавчик мяско салатик особенно мяско особенно на шашлык на какой-нибудь гриль там что-то еще это будет просто суперски сам по себе нож очень очень подвижный так давайте-ка по ттх потом дальше продолжим какие-то свои фрустрации сэдл маунтин скинер бенч мэйт номер модели 15002 дизайн бенч мэйт длина 221 миллиметр длина клинка сто шесть миллиметров ширина клинка 28,7 миллиметра толщина по обуху 3 миллиметра финиш клинка здесь у нас по сатину от стоун вошили сталь cpm с 30 и 58 60 единиц по шкале рокола заявленная твердость рукоять стабилизированное дерево но казна такие быстро скажите что за порода дерева здесь стоит я в этом может палисандр может еще что-то я в этом как бы очень далек от этого вот поэтому в комментариях кто напишет что за деревяшка буду благодарен просто чтоб интересно ну как как бы просто для информации full tank разборный вес всего 121 грамм это очень круто для фикси да по сути фиксит который весит но как средний фолдер скажем так а если мы возьмем длину клинка в сто шесть миллиметров то получается что этот нож весит будучи фикси дом он весит легче чем плюс минус 4 4 с половиной дюймовый ну я имею виду клинок 4 4 с половиной дюйма какой-то фолдер там же 10 типа очень классно так ножны и кожа все дела на ламни этот нож стоит 220 евро совершенно заслуженно совершенно этих денег этот нож стоит вообще без вопросов почему потому что это bench почему потому что очень красивые ножны они сделаны очень классно в цвет к рукояти все четко до клапан имеет место быть никуда не деться все все очень классно то есть нож невероятно подарочный он нарядный но при этом знаете он такой достойно нарядный он такой сдержанный такой вот именно то есть таким ножом можно и по выпендриваться там надеть какие-нибудь там казаки там шляпу и так далее он будет очень гармонично выглядеть на таком именно как сказать брутало мега ковбойском чуваке или он совершенно на обычном парне в юф про будет также совершенно естественно там который в кроссовках совершенно естественно выглядит то есть он очень такой чисто внешне броски он именно такой вот модник получился но повторюсь и так и так из и скромный модник и не скром при извлечении безусловно мы должны обязательно контролировать клапан обязательно дальше что в эту цену входит то есть красивые ножны отверстие для того чтобы клиночек дышал она как бы есть но одну по сути закрывается противоположной стенкой то есть в нем такой очень номинальный смысл плюс бенчевская тридцатка что само по себе уже не дешево и сам по себе нож очень классно за дизайне но ну действительно такой вот ловкий красивый все что нужно сделать им сделаешь вот единственно что ребят молоточный хват может быть чуть-чуть здесь даже дело не вот в этой насечке которая идет от пижонская такая по этому самому по хвостовику а именно сама по себе вот выход на спинку для молоточного хвата может быть чуть-чуть жестковато будет именно чтобы строгать к сожалению нет возможности сейчас вот так вот проверить и сказать прав я или не прав но именно как турист самое что ни на есть то обратный хват пожалуйста и повторюсь любая про готовка на природе с этим ножом превратится просто в кайфовое такое вот именно медитативное действие это действительно будет очень классно вся режущая кромка кричит о том что порежь мной порежь мной попробуй меня попробуй меня дочерь сделаем хозяин давай сделаем салатик хозяин давай сделаем шашлычку давай стейки пожарим что я голодный вот чем проблема то ребят так деревяшка план 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 брюшка хват и удобные ножик легкий ножик симпатичный с пижонскими в хорошем смысле ножнами все здорово действительно полный полный как говорится фэн-шуй полный перди пердос апофеоза 220 евро по нынешним временам когда иногда можешь увидеть какой-нибудь кочер гублин там за 400 за 500 здесь учитывая ну там по деньгам или не по деньгам каждый сам себе решает правильно каждый сам себе режиссер но именно учитывая то что я перечислил в этом ноже очень много всего того что должно стоить больше двух сотен все спасибо за просмотр всего доброго пока